Продолжение следует... После меня обед, а я голодный. Поговорим о скучном, но о том, что болит. О текстах для сайтов и именно для сайтов. Другие темы сегодня не затрагиваем. Значит, что именно болит? Когда вы владелец сайта, либо работаете на какую-то компанию, рекламируете свой бизнес в интернете, вам нужны хорошие тексты на сайт. Как правило, сначала речь идет об одном, двух, пяти, десяти, потом ста. И проблема какая? Хороших текстов нету. Вторая проблема – нету много хороших текстов. Их нету вообще нигде. Ни в интернете практически не найти, ни у копирайтеров заказать, ни журналиста найти. Ну, нету текстов. Пишут, как правило, какие-то рерайты, либо пишут что-то не очень интересное. И тот контент, который выпускают, очень часто, он с ошибками. Я не знаю, кто-нибудь сталкивался или нет. Я точно сталкивался. Я заказываю тексты копирайтера, проверяю его сам, смотрю, выкладываю заказчику, через три месяца звонит заказчик и говорит, тут запятая неправильно, вы что нас позорите? У кого была такая ситуация? Так это специально. Поехали дальше. Значит, копирайтеры бывают разные, пишут они разные, но часто очень похожи. Чушь. Моя любимая из всех этих примеров – это свидетельство, выдаваемое СРО своим членом. Интерпретировать можно очень по-разному. А вообще члены СРО – это очень важные люди, и всем им нужны допуски для строительства, проектирования и других очень важных работ. Но копирайтеры почему-то формулируют это иначе. Итак, какие копирайтеры бывают, с какими работал лично я и с какими у меня были трудности? Недорогие копирайтеры. Всем известно, 60 рублей, 80 рублей за тысячу. Получаются классные тексты, в которых фигурируют члены СРО. Дорогие копирайтеры. Люди, которые берут 200, 300, 500 за тысячу. И, конечно, члены у них фигурируют иначе, но ошибки постоянно бывают, и, в общем, своих денег не стоят целиком и полностью. Значит, плохие копирайтеры, их не рассматриваем. Это люди, которые берут деньги и пропадают. Хорошие копирайтеры – это люди, которые не берут деньги, делают работу, делают вовремя, сдают текст, но текст почему-то не выходит в топ. Значит, дальше я дошел до плохих журналистов. Плохие журналисты – это те, которые берут недорого. Тысяча-две за текст, мы журналисты, у нас образование, мы печатались в Деловом Петербурге, в Комсомольской правде. Все фигня. Обычные плохие копирайтеры, которые пишут что-то, набравшись в интернете. Значит, хорошие журналисты – это дорогие журналисты, которые работали в тех же самых изданиях, но получали больше. Которые, в принципе, пишут интересные тексты, но толку от этих текстов никакого. Вот там с точки зрения контент-маркетинга они молодцы, а вот с точки зрения SEO и топов не работают, потому что они пишут хорошие тексты литературные, которые приятно читать, в которых ставят вопросы, есть структура, есть абзацы, но результатов для сайтов мало. Идем дальше. Значит, с кем точно нельзя работать? Вот сейчас с точки зрения контента именно текстового точно нельзя работать с теми копирайтерами и журналистами, которые задают вам вопросы. Сколько вхождений нужно? Все, прощайтесь с ним сразу. Какие запросы нужно включить в текст? Ну, этот вопрос более или менее корректный, но после него идет сколько вхождений нужно. И какая плотность, тошносность, процентовка – это все про сколько вхождений нужно. Это люди, которые заточены под написание SEO-текстов, а SEO-тексты не работают. Либо работают в некоторых нишах, если у вас такая, вам повезло. Вы можете делать дешевый контент до момента, пока до вас доберутся поисковые системы до вашей ниши и весь плохой контент отсеет. Итак, как писать тексты? Идеальный вариант, если вы великий литератор, при этом бизнес-лидер, можете зарабатывать миллионы за то, что пишете. Но тогда, наверное, вы Дарья Донцова. Ну, а, собственно, второй вариант – это заказывать. Но где заказывать, если все копирайтеры негодяи? Хотя я видел очень приличных людей. Они милые, светлые люди. Много девушек красивых. Значит, мы для себя разработали методологию. Именно методологию. То есть ее можно брать по шагам, реализовывать у себя в компании, будь вы SEO-агентство, будь вы просто, не знаю, контент-менеджер или еще кто-то, ну, на кого-то работая. Значит, это стандартные шаги, просто в них вставлен копирайтер и человек, проверяющий копирайтера. Значит, все мы знаем, что, чтобы там начать продвигаться именно там с точки зрения SEO, нужно некое семантическое ябро. Извините. Плохие копирайтеры со мной работали. Значит, это самое семантическое ядро. Как его составлять, не вдаемся, все вы знаете, да, некий список вот того, почему хотелось бы, чтобы нас находили люди в интернете и быстренько платили нам деньги. Значит, дальше переходим к контент-плану. С этим наверняка тоже практически все знакомы. То есть запросы разбиваем на группы и говорим, этот пишем сегодня, этот завтра, этот через неделю, этот через два месяца. А дальше мы составляем список вопросов по каждой из тем, которые у нас стоит в контент-плане. Значит, зачем это нужно? Люди, когда вбивают купить бетон, чего они хотят узнать? Они хотят узнать, видимо, стоимость, да, где находится, сколько стоит доставка или что-то еще. И вот об этом могут сказать вам, человеку, который делает контент-план, который общается с копирайтером, только с заказчиком. Если заказчик не в состоянии вам сказать, какие основные боли у его клиентов, чего спрашивают у него его клиенты, он не работает со своими заказчиками. Он не знает. Хороший текст вы написать не сможете. Вы напишите текст, он будет приличный, он будет нормальный, но он будет такой же, как и все. В нем не будут по блокам разобраны боли. Значит, составили список вопросов, получили ответы и составили скелет текста. Значит, мы у себя составляем скелет текста из тех запросов, которые у нас идут для продвижения на каждой конкретной странице, да, и тех болей, которые нам дает клиент, да, из тех запросов, которые он дает, из тех вопросов, которые мы постоянно задают. Сколько стоит, а какая конкретно марка, а сколько будет доставка, а сколько будет производство? Это, я не знаю, вот медицинские комиссии, очень классный пример. Что интересует людей, когда они проходят медицинскую комиссию на оружие? Сколько стоит? Какой список документов им нужен с собой? Сколько времени это занимает? Ну и если вдруг, вот сейчас по новым правилам, нарколога нужно проходить отдельно, нужно большими буквами написать. У нас нет нарколога. Нарколог по районам есть вот тут, вот тут, вот тут и вот тут. Перед тем, как ехать к нам, съездите. И не забудьте, что еще будет нужна фотография за 200 рублей. Кстати, ее можно сделать у нас. Это очень удобно. Подробно, структурно. Человек зашел, ему нужна оружейная комиссия. Ему наплевать, что такое оружейная комиссия. Ему наплевать, какой федеральный закон. Он уже знает, что ему, чтобы получить разрешение на покупку гладкоствола или нарезного, нужна эта бумажка. И вот его интересует именно эта бумажка. И дайте ему ответ подробно, корректно, аккуратно. И не надо простыни текстов. Все, уже не работает. Значит, мы четко формулируем H1. Но H1 у себя мы называем темой текста. Мы не просим копирайтера написать текст про вот эти запросы. Мы ему говорим, тема текста такая. Нам не нужно 5 вхождений, нам не нужно 2 вхождения. Нам нужен литературный текст, который интересно читать. Вот про это. В формате H2 мы формируем список дополняющих запросов. То есть, например, тонировка, тонировка цена, тонировка типы, тонировка виды пленок, тонировка фото. То есть, по большому счету, всегда для каждого основного запроса есть некий хвост, который люди доспрашивают. То есть, они хотят увидеть, не знаю, картинку айфона. Да, у нас что там есть? Айфон 7, айфон 7 фото, айфон 7 характеристики. Ну и тому подобное. И все это можно превратить в текст. Это будет по делу. Это не будет вода. Люди будут это читать, потому что им это нужно и важно. Значит, потом вся эта история отправляется к некому копирайтеру. Как учить копирайтеров сегодня не обсуждаем. Но их на самом деле либо нужно сеять пачками. У нас из 10 копирайтеров остается пол. Потому что люди пишут плохо и переучить их бессмысленно. Вот, 7 копирайтеров пачками. Как сеять? Если после того, как копирайтер прислал текст, вы можете легко исправить и объяснить копирайтеру, что его ошибка в этом, в этом, в этом. С ним можно работать, его можно пытаться натаскивать, с ним разговаривать. Если проще переписать с нуля, прощайтесь с этим человеком. Не тратьте свое время, не тратьте его время и директора, я не знаю, который теряет доходы. Значит, что делать с полученным текстом? Мы у себя в компании придумали такую должность, как литературный редактор. И я уверен, что к этому придут на самом деле все, кто связан с SEO. К этому уже пришли все, кто связан с контент-маркетингом. У них может это называться иначе. И к этому придут абсолютно все, потому что за контентом сейчас сила однозначно. Контент бывает разный. Сейчас говорим только про текст, но сила текста в том, что он должен быть хороший. И вот здесь нужен редактор. Это человек, у которого есть реальный опыт работы в СМИ, в деловых. Ну, соответственно, если у вас детские товары, то в каких-то детских журналах. Человек, который может отличить плохой текст от хорошего, который может сказать копирайтеру, ошибка вот здесь, вот здесь или вот здесь. Человек, который может настроить работу копирайтеров, который понимает, что здесь написано. Вот я, например, читаю. Я пять лет читал. Я до сих пор не понимаю, плохо это или хорошо. Я до сих пор хожу учиться. Вот я прямо сейчас прохожу курсы на копирайтеров. Ну, просто потому что вот человек, у которого я сейчас это делаю, он смотрит на это дело по-другому. Другой взгляд, другое качество работы. Значит, литературный редактор пробегается по стилистике. В деловых изданиях, на серьезных сайтах, на крупных корпорациях стилистика должна быть достаточно сухая. Да, вы все читали Forbes. Forbes сильно отличается от журнала Яралаш. Вот в Яралаше стилистика Forbes, она не заходит. В Forbes стилистика Яралаша тоже не заходит. Соответственно, у вашей компании, как правило, есть какая-то своя стилистика. Вы понимаете, что вы продаете, кому и с кем вы должны взаимодействовать. То есть не нужно продавать цемент детям. Да, и не нужно продавать игрушки. А хотя игрушки можно всем продавать, сейчас все покупают. Вот, ну, а как правило, аудитория все-таки молодые мамочки. Итак, значит, дальше. Что делает наш красавец-редактор? Он все равно проверяет вручную наличие хотя бы одного вхождения каждого запроса. И проверяет, чтобы не было 20 вхождений на одного запроса на текст из 4 или 6, 10 тысяч. Чтобы не было переспама и чтобы запрос точно был. Соответственно, само вхождение запроса не должно быть, как вот на приведенных примерах ранее. Сейчас найдем. Там было неплохо. Метеор в Петергоф официальный сайт не имеет. Ну, вот это плохо. Это явно работа копирайтера, который забыл подумать. Значит, проверили. Есть прекрасно. Есть некое негласное правило. Мы, в принципе, его уже два года не озвучиваем, но редактора поглядывают. Запросы не стоят ближе, чем на 350 символов друг к другу. Если честно, мы просто побаиваемся переспама. Потому что мы тонируем тонировочной пленкой лучшими руками тонировщиков. И в нашем городе мы тонируем машины с тонированными стеклами лучше всех. Ну, перебор. Не надо масло масляное. Мы этого побаимся. За это раньше сильно наказывали. Ну и, собственно, редактор, как человек понимающий, литературный, он у нас и пишет метаданные. Метаданные мы не отдаем сейчас на работу копирайтерам. Мы пробовали, редактор очень часто переделывает. Почему-то у копирайтеров не получается. Они косячат. Они пишут какие-то глупости. Потому что метаданные должны быть тоже литературными. Не должно быть, не имеет метеор сайта. Ну, должно быть, в общем, читабельно. Читабельно. Очень важное слово. Итак, что мы делаем с текстами после того, как они у нас готовы? Значит, не знаю, кто-нибудь пользуется или нет. Мы пользуемся. Мы добавляем в Яндекс.Вебмастер. Яндекс.Вебмастер специально придумал штуку, которая вроде как обещает, что если вы первым добавили текст, то вы владелец, то вы автор. Раньше была у Гугла такая история, да, авторство. Они отменили, но мы в Гугл Плюсе все равно на странице компании идем. Таки вот у нас тут ссылочка на текст. Если что, мы вот 11 апреля добавили. Значит, сайт размещается, текст размещается на сайте. Это делает не копирайтер, это делает не редактор, это делает контент-менеджер. Но редактор на всякий случай идет и смотрит, либо SEOшник, в зависимости от проекта, в зависимости от объема. Как разместили. Потому что часто бывает, что человек, который разместил текст на сайт, сегодня заболел. Чаще всего это девушки. Настроение у девушек меняется часто. Но и мальчики тоже косячит. Вот. Поэтому контроль и размещение есть. Катятся абзацы, катятся H1, H2, катятся таблицы. Фотографии уходят в самый низ, в самый верх. В общем, получается билиберда. Без контроля никак. Уверен, что контроль вы так или иначе все равно делаете. Когда там обновили, посмотрели, что на странице есть. У нас объем, поэтому мы вывели это вот прям в отдельный пункт, потому что на это много накалывались. Ну и понятно, там размещение во всех соцсетях. Мы все еще верим, что это помогает индексироваться. Вот. Плюс, в общем и целом, мы так компенсируем некий объем SMM-а, потому что статьи стараемся писать все-таки по делу. Там где-то продающий, где-то информационный. И это контент. И терять его просто так, ну не хочется. Ну а дальше как повезет. Иногда в топ выходит. А иногда сразу три запроса выходят в топ. А иногда не выходит. Значит, возможные ошибки. Значит, когда вы берете к себе копирайтера, вы работаете с ним, чаще всего плохие копирайтеры, хорошие копирайтеры, хорошие журналисты и плохие журналисты любят филонить. Ну потому что вроде как бы здесь мало заплатили, а здесь я хороший журналист, а должен писать какое-то говно. Ну блин, ну что это? Ну мне бы вот в Форбсе напечататься. Но в Форбсе его почему-то не взяли. Иначе бы он не пошел к нам. И 30% текста легко занимает описание товара, описание фирмы. Описание того, как заказать. Нажмите на кнопку заказать, подождите две минуты, а доставка у нас занимает. Получается, тошнотный текст, ни о чем, пустота, вода, шляпа. Не заставляйте людей читать. Более того, поисковики тоже уже анализируют, что вы там пишете, что происходит. Вода никому не нужна. Лишнее место, лишний объем, ухудшение в итоге процентовки качества. Плохо написанный текст понятно. То есть просто выбрасываем, забываем. Ну просто какую-то чушь написали. Вот вообще ни о чем, ни по делу. Ужасно. Вот. А бывает так. Заказали текст, пришел хороший текст. Смотрите. Что с позициями? А позиции, блин, зараза, уже в топ-5. И в этом случае мы текст не рекомендуем менять. Потому что то, что хорошо, не надо ворошить. Этот текст возьмите и отдайте куда-нибудь на какой-нибудь сайт снаружи. Получите оттуда ссылочку. Людям нужен контент. Если ваш контент хороший, про вас с удовольствием разместят статью. Вы написали что-то по делу, да никто не откажется. Сейчас дефицит контента. Сейчас люди, он текстера даже, ищет тех, кто будет писать им тексты. Ищет блогеров. Если контент хороший, я не возьму, ты ссылочку на вас поставь, и все будет супер. Значит, вместо итогов. Что хочу сказать, что в моем идеальном мире, когда ко мне когда-нибудь придет мой идеальный клиент, он будет сам фотографировать. Потому что без фото уже не работает ничего. Только если вы рассказываете про, не знаю, про андроидный коллайдер, и то там фотографии самого коллайдера есть. Частицы не сфотографировать, все остальное можно. Любой продукт, любая услуга должны сопровождаться не только текстовым контентом, но и визуальным. Собственное видео. Ребята, сейчас будет бум подкастов, бум ютуба, он уже есть. Люди записывают на видео, как они разворачивают конфеты и зарабатывают на этом деньги. А тематических, уникальных видео в нишах нету. Знаете почему? Ребята, давайте запишем видео. Да, давайте. Ну что, будем записывать видео? Да, будем. Проходит месяц, будем записывать? Да, но вот что-то у нас там нога у кошки заболела, жена рожает, воды надо попить, давайте вот завтра. И так до бесконечности. Значит, поддержка клиентов СМИ. Это новая прикольная штука, вообще это называется экспертность. Когда вы делаете вид, что вы эксперт. Мы все в своей нише так или иначе эксперты, просто разного уровня. Но почему кто-то хорош прямо, про него все говорят, а кто-то нет? Не всегда это потому, что человек, о котором говорят, он профи. Иногда просто именно он пошел и договорился со СМИ, чтобы про него писали и говорили. Я 8 лет занимаюсь этой фигней, вот я второй раз выступаю на конференции. К концу года я много где выступлю, про меня буду знать и говорить. До этого не означает, что я был не экспертом. Просто обо мне никто не знал. Вот и все. Я сейчас печатаюсь, пишу в Деловой Петербург, даже в Форб сейчас пришла заявка, не знаю, примут или нет. Если вы эксперты в какой-то нише, найдите отраслевые издания. Им тоже нужны те, кто будет комментировать. Им тоже нужны те, кто будет говорить, я эксперт. Вы знаете, реклама по телевизору, когда какой-то доктор говорит, вот этот продукт, вот вы его сейчас выпьете, похудеете за 2 дня на 30 килограмм, вот, и у вас вырастет грудь. И там написано, доктор такой-то, такой-то. Так вот, это, как правило, просто актеры, у которых фактура, у которых там взгляд такой, прическа, лысина, не знаю, как повезет. И вот они уверенно говорят. И все там сидят такие, покупают, что-то делают, куча народу на БАДах живет, и все у них хорошо. Поэтому идите в свои отраслевые СМИ, находите редакторов, находите журналистов, которые пишут колонки, пишите им, я там генеральный директор такой-то, такой-то фирмы. Я вот разбираюсь, давайте я буду давать вам комментарии. Бесплатно, без всего. Хотите, контент вам напишу. Ну, вы же разбираетесь в том, что вы продаете и кому продаете. Но все мы можем сделать небольшую аналитику. Это всем нужно. Контента не хватает. Не хватает всем. Дальше. Википедия. Если у вас хватает ресурсов, если вы начали работать со СМИ, вы можете смело добавляться в Википедию. У них свои правила, у них много ограничений. Это непросто, но это возможно. Если про вас есть упоминания в СМИ, если вы авторы уникальных статей, идите в Википедию. Ну и дальше, что еще мы делаем? Это подбор для клиента галстука для выступления на конференциях. Собственно, все. Мой галстук стоит 6 тысяч. Вот, он хороший, мне нравится. Мои контакты. Не добавляйтесь ко мне, у меня нет на вас времени. Вот, а фотки лайкайте. Вопросы? У нас есть второй микрофон? Да. А вы кто по профессии? Процент спама? Я об этом сказал практически в самом начале. Мы не работаем с людьми, которые спрашивают, сколько нужно вхождений, процентовка, тошнотность, спам. Пишите хорошие тексты. Очень хороший вопрос. Прям вот в мою боль. Смотрите, как я делаю. Я им сначала говорю, коллеги, чтобы мы стали с вами работать, мне нужно, чтобы вы со мной взаимодействовали. Знаете, что они говорят? Конечно. Да. Вот уже прямо сейчас вот начинайте, а мы через неделю деньги переведем. Потом я им звоню и говорю, слушайте, у нас тут накопилось, нашим копирайтерам, нашему редактору, у него вопросы есть. Вам как, по телефону задать, почтой прислать? Вот вам как удобней? Я на почту точно вам все равно пришлю, но может быть хотите сейчас. Ну, сейчас, конечно, неудобно, там, рабочий день, выходные, я не знаю, вечер, ночь, утро, спортзал, мы кофе пьем, встреча скоро, сериал показывают. На почту присылаешь, ответа нету. Не у всех. Сейчас появляются люди, которые реально отвечают, которые заинтересованы, говорят, понимают, что если они не работают с нами, мы не работаем с ними, просто потому что, ну, а где мы возьмем информацию? Мы пойдем в интернет, на сайт конкурентов, в лучшем случае в библиотеку. Мы не ходим в библиотеку, нахрен нам это надо. Вот. Пойдем к конкурентам, у них все написано, мы скопировали, мы получили говнотекст. Потому что это не опыт этой фирмы, не опыт этого человека. Это опыт кого-то там, кто уже пошел кому-то на сайт, что-то переписал, что-то получилось. Текстов реальных нету, уникальных. Все идут куда-то на сайт, лучше делают так. Они берут 10 сайтов, компилируют текст с 10 сайтов, убирают совсем чушь, типа уникальный текст получился с синонимами. Поэтому, собственно, как мы делаем? Мы 30 раз спрашиваем, если он не отвечает, то мы такие, ну, окей. Мы, конечно, от денег не отказываемся, но делаем так, как можем. Надеюсь, что придем к тому, что когда нам перестанут отказываться, мы говорим, знаете что, спасибо, до свидания, пока просто вот еще не получилось на новый Лексус за наличку заработать. А когда заработаю, все, начнем отказываться от тех, кто не хочет с нами взаимодействовать. Громче. Не бывает идеальных текстов. Они все по-своему, значит, у всех разный взгляд на вещи. Кому-то интересно больше техническая часть, кому-то философская, значит, визуалы, кто там у нас еще есть, те, кто любят слышать, те, кто любят трогать, и еще какие-то там четыре типа вот есть базового в психологии людей, да. Соответственно, все они будут по-разному воспринимать текст. Разбирайтесь со своей целевой аудиторией. Значит, если, я не знаю, вы продаете iPhone, то половина людей будет хотеть фотографии и видео, половина обзоры, половина технических характеристик, и того 150% набралось. Значит, у меня есть кейс, не связанный с текстами. Убрали контакты, хорошо. Значит, для одного клиента, не, не, не надо включать, для одного клиента можно делать несколько сайтов. Это наказуемо. Кто не знает, такого делать нельзя. Ни с точки зрения SEO, ни с точки зрения контекста. Вот, но если делать это грамотно, аккуратно, то это работает. Причем работает вот в каком ключе. Можно сделать синий сайт, красный сайт и желтый сайт. Пустить, допустим, контекст, это проще всего, на одни и те же запросы и заявки, скорее всего, не будут пересекаться. Потому что есть люди, которым нравится красный, есть люди, которым нравится синий, а есть люди, которым нравится желтый. И структура сайта еще немножко разная, как правило. Все, они все реагируют по-разному. Моя статистика, вот те проекты, с которыми мы работали, процент пересечения заказов около 5%, не более, а иногда и вообще без пересечений. Поэтому все тексты разные. Вам нравится одно, мне другое. Еще вопросы? Их много. С ними. Просто работать по методологии. Значит, все допускают ошибки. Я допускаю ошибки, вы допускаете ошибки, он тоже допускает ошибки. Не знаю, какие, но точно. Поэтому работайте по методике. Делайте свою методику, берите нашу. Но она, конечно, не вся там, не лукавлю. Поэтому, если у вас все идет по пунктикам, то ошибку совершить значительно меньше. Берите хорошего человека, который в состоянии отчитать и понять, хороший текст, идеальный он для вас или нет. Потратьте деньги на этого человека. Я не знаю, сколько это стоит в регионах. В Питере это стоит от 50 тысяч рублей. Можно найти учеников журфака. Это будет стоить дешевле, но и риск выше. Но если у вас есть старший куратор, который за ними подглядывает, вообще обожаю студентов. Работают за еду, хлеб, бесплатно. А потом к концу универа превращаются в крутых специалистов. При этом вы в состоянии тех, кто плохой, сразу отсеять. А тех, кто хороший, уже прям, ну вот, прилюбить к себе. Ответил? Давайте. Интересный вопрос. Значит, мы экспериментируем с длинными текстами. У нас стандартный текст это 4-6 тысяч. Вот то, что 10 и больше, мы считаем длинным текстом. И вы знаете, вот как повезет. Вот где-то работает, где-то нет. Если у вас на 10 тысяч есть по делу, окей, но вот, допустим, в оружейной медкомиссии, там на 10 тысяч просто нет. Людям неинтересно считать федеральный закон, определение оружейной комиссии. То есть, как это, если у вас страница должна продавать металлический двутавр, если кто-то знает, такая здоровенная балка, вот, то там не нужно в первом задце писать, двутавр, это металлическая хренопендия с такими-то видами загогулинок. Да он знает, он уже хочет ее купить. Если бы он хотел узнать, что такое двутавр, он написал, что такое двутавр, а не двутавр купить. Поэтому пишите просто по делу. Если на 10 тысяч набирается, во, но вряд ли. Еще? Да. 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 И это нормально. Я не знаю алгоритмы Яндекса. Я спрашивал у них как-то, они сказали, не скажут. Да, писать снова, просто писать снова. Причем старый по большому счету можно не удалять, а с него можно сделать перелинковочку на новый. То есть, на самом деле, все меняется, жизнь меняется. Даже если вы продаете металлический двутавр, то раз в год туда можно что-то новое добавить. Не знаете, что добавить? Сфотографируйте его с другого ракурса. Всегда можно что-то добавить. Чуть-чуть новое добавили, уже можно как-то новый релиз. Знаете, как сейчас это самое, пятое издание такой-то книжки выпускают. Они там поменяли этот самый, дописали одну главу и заново ее продают. Ну, не лохам, а просто вот тем, кому хочется. Вот. Поэтому пятое издание, новый релиз, не проблема, переписали. Если не вышел в топ, перепишите текст еще раз. Я бы делал именно новую страницу, а со старой делал бы перелинковку. Ну, не зашла, не зашла, но на ней уже есть вес, на ней уже есть те ключевики, из которых можно пульнуть анкорный вес. Вот то, о чем Юра Хаид говорил, это работает. Перелинковки, они живут. На сайтах, которые живут контентом, где тысячи, тысячи, тысячи страниц, ребята, делайте перелинковки, делайте хлебные крошки, чтобы меньше делать перелинковку. Вообще, я за то, чтобы все автоматизировать. Чем меньше, я не знаю, вы работаете, мне все равно как будете работать вы, но чем меньше я работаю, тем мне больше нравится. Я успеваю кофе попить, в спортзал сходить, ну и там другие дела поделать. У меня нету кейсов по тегам, я не использую. Я просто вот сейчас пишу хороший текст. И все это дело еще симплементирую с SEO. То есть вот чем я занимаюсь последние два года, это я взял редактора из журнала RGD, взял себя SEOшника, который ненавидит копирайтеров, потому что они хорошие люди. Но когда они пишут, получается говно. Вот, взял редактора, и редактор пришел и говорит, боже мой, это что за говно? Мы пошли к журналистам, к дешевым, к дорогим. Блин, ну платишь человеку пять тысяч, а он тебе выдает качество копирайтера. Потому что, а что он, где он взял информацию? Он пошел в интернет, это скотина, взяла 10 тысяч рублей, пошла в интернет и написала мне про лестничные марши, как копирайтер. Я считаю, говорю, а мы за что 10 тысяч заплатили? Не, ну он же журналист, мы же договорились, мы уже отдали. Ну зашибон. Ну ты же проверял, не, ну написано нормально. Написано нормально, но как копирайтер писал, который взял бы за эту тысячу. Ну давай больше не будем у него заказывать, сказал мне редактор. Мы больше у него не заказываем. А 10 тысяч у меня нет. Еще вопрос. 15 минут, здорово, я обедать хочу. Все? Еще вопрос, давайте. В принципе да, вопрос правильный. Вот, но эта страница, она уже не зашла. Значит, если есть сомнения, удаляйте. Но эта страница, она уже не зашла. Она не понравилась поисковику. Все меняется, жизнь меняется. Сейчас новый Solaris вышел, новая пятерка BMW вышла. Вот, стоит теперь на 500 тысяч дороже, а поменяли фары. Класс, я пока на старые поезжу. Вот, поэтому как бы выбор за вами. То есть, если вы будете писать точно такой же текст, по точно такой же структуре, он у вас точно так же не выйдет. Вы знаете, у меня были такие кейсы несколько раз. То есть, вот я сел, занимаюсь 8 лет. У меня клиент был, он продавал гифты. Ну, подарочки там всякие, они печатали, делали. И вот я такой полгода его продвигаю, 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 продвигаю. Они мне говорят, что за… Где результаты, где продажи, где позиции? Я говорю, блин, слушайте, ну все сделали по науке. Это сделали, это сделали. Они говорят, и что? Я говорю, окей, значит, что я могу предложить? Полгода теперь работаю бесплатно, но нужно кое-что сделать. Мы переделали сайт целиком под новую структуру, залили тот же контент, но несколько иначе. Где-то фото обновили, где-то пункты меню поменяли местами. Знаете, что произошло? Он вышел в топ. Все. Ну, так бывает, но не зашло. Объяснить поисковой системе, что она не права, невозможно. Объяснить себе, что ты молодец, но не получилось, и можно сделать еще лучше, можно. Дальше просто выбор за вами. Я познакомился с главредом на какой-то конференции в Яндексе. Я задал самые глупые вопросы, мне подарили наклейки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!